Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края В Чите прошли первые межрегиональные соревнования по летнему биатлону, куда съехались около ста человек из семи районов Забайкальского края. Это соревнования, включенные во всероссийский календарь, называются они «Межрегиональные соревнования по летнему биатлону». В программе этих соревнований спринтерская гонка у двух возрастных групп, это юноши и девушки 1996-1997 года рождения и 1998-1999 год. И мы включили еще в эти соревнования наших самых юных, это 2001-2000 год, которые побегут также дистанцию кросса, но стрелять будут с упора, оружие будет на огнем рубеже. В соревнованиях также должны были участвовать спортсмены из Улан-Удэ и Иркутска, но из-за отсутствия денег они приехать не смогли. Однако, несмотря на финансовые трудности, летний биатлон развивается. Например, представительства Краевой Федерации работают в 11 районах Забайкальского края. Я всегда это говорил, писал и так говорил, что самые талантливые дети, ну, наверное, не только в спорте, а во всех видах деятельности, может быть, музыканты, художники, это в Забайкальском крае, это абсолютно точно. То, что связано со спортивной деятельностью, настолько талантливых детей, но, к сожалению, мы всех не можем охватить, так же причина банальна. Финансирование детской спортивной школы идет, да и вообще спорт, идет по остаточным принципам. Одним из ярких примеров успешности Забайкальского биатлона может стать Игорь Прощенко, который является трекратным победителем чемпионатов России и смог завоевать звание чемпиона мира. У нас школа входит в пятерку лучших, поэтому у нас абсолютно реально выбиться, хоть куда, хоть на какой уровень, в принципе. Добиваться своей цели и все, идти и никого не слушать. Если там прославился где-то, то все равно добиваться и не останавливаться. Каждый спортсмен бежал дистанцию в 4 километра со стрельбой на двух огневых рубежах. Дистанция оказалась не так легка, как думали биатлонисты, но ребятам удалось преодолеть все препятствия. Трасса привычная, уже не первый раз по ней бегаем. Но она тяжелая, наверное, одна из самых тяжелых в России. В итоге Максим Ковалев, несмотря на свои штрафные круги, смог стать самым быстрым и обойти соперников. Анастасия Дремова, Анна Хвостова, специально для Забонфору.